Редхэл «Меняющийся мир». Юрий Редхэл проявил себя во всех литературных жанрах. Выступил как поэт, прозаик, переводчик, публицист и литературный критик. Он писал также пьесы и киносценарии. Имя чекотского писателя хорошо известно и в России, и за рубежом. Его произведения переведены и изданы на 30 языках народов мира. За 60 лет творческой деятельности им написано немало. Только в публичной библиотеке имени Тана Богораза хранится более 100 изданий Редхэл на русском, чукотском и венском, французском, английском, немецком, итальянском и эстонском языках. Сколько себя помню, в нашей Яранге всегда были книги. Ни одно. Даже самое чудное изобретение тангетанов не вызывало у меня такого жгучего любопытства, как книга. Волшебный кладезь, куда мог проникнуть любой грамотный человек. Прерывая чтение, я смотрел на бегущие в ушине легкие облика и грезил о далеких землях. О том еще не виденном мною мире и замиранием сердца думал. Неужели когда-нибудь в далеком будущем я все это увижу воочию? Но если не прошлое, то хоть сегодняшний мир, заключенный пока в этом хрупком материале, в белой, иногда желтоватой бумаге, книга до сих пор для меня чудо. Творчество каждого писателя не возникает на пустом месте, а имеет глубинные корни, соединяющие его с творческим наследием предшественников, с духовными и художественными исканиями современников. Мои сородичи, говорил Юрий Редхео, встает со страниц книг Вацлава Сирошевского, Владимира Тана, как бы освещенные еще одним лучом, с дистанцией далекого, уже ушедшего времени, но это дает нам возможность понять многое в сегодняшней жизни. Еще один источник творчества Юрия Редхео – интерес к традициям и душевной, и духовной жизни своего народа. По мнению критиков, интерес этот связан с предчувствием грядущих изменений, с предчувствием, которое побуждает обозреть весь путь национальной культуры, дабы взять с собой в обновленный мир все то живое и ценное, что ею создано. У Редхео необыкновенно тонкое ощущение времени. Похоже, что с этим великим, необратимым и неумолимым явлением он, как говорится, на «ты». Истоки этого дара следует искать еще в детских годах писателя. Юрий Сергеевич Редхео родился 8 марта 1930 года в старинном чукотском стойбище морских охотников-анкалинов Улии. В то время это было самое большое чукотское селение. На косе – четыре десятка яранг и два деревянных дома, в которых размещались райисполком и школа. С севера стойбище окружали искренние просторы чукотского моря, на юге – большая лагуна с холмистыми берегами. На западе – синева мыса Инчулун, а на востоке – мыс Дежнева. Издавна Уэлин считался поселком-мастеров. Здесь жили выдающиеся охотники на кита и белого медведя, искусные художники, резчики по моржовому клыку, такие как Тукаев и Кутагин, знаменитые певцы-исказители Атык и Уттейн. «Лилась над Уэлинской лагуной песня, и каждый, кто слушал ее, как бы заглядывал внутрь собственного я», – вспоминал Юрий Рыдхэлл. Многообразие искусства уэлинцев с детских лет питало воображение одаренного мальчика. Вошло в его душу, четкую на все прекрасное. Вот и первые стихотворения, написанные для детей, он посвятил родному Уэлену. Издали поселок нарисован будто. По льду пробегает тень от самолета, выстрелы с припая, там идет охота. Стонут первые гагары, первый рев моржа с прилива. К морю белые вельботы люди тащат торопливо. И смеющиеся дети, помогая взрослым, на косу береговую доставляют весла. С горки до шкалята кубарем слетают. Так и я когда-то. Вот ведь как бывает. В 1930-х годах жизнь в поселке представляла собой причудливое смешение обычаев и нового строя жизни. В школе Ретхео постигал основы научного объяснения мира, а возвращаясь в Ярангу, соблюдал древние обычаи предков. После окончания семилетки 16-летний Ретхео, чтобы собрать денег и добраться до Анадыря, устроился в зверобойную бригаду науканцев. В бухте Лаврентия работал маляром, в поселке Проведение грузчиком в порту, в Беринговом море ходил матросом. Так, двигаясь по побережью, он добрался до Анадыря. В 1946 году Юрий Ретхео поступил в Анадырское педагогическое училище народов Севера, а вскоре устроился корреспондентом в окружную газету «Советская Чукотка», где публиковал свои очерки и стихи, совмещая работу в газете с учебой. В Анадыре Ретхео встретился с педагогом и ученым Петром Скориком, который оказал молодому писателю содействие в выборе высшего учебного заведения для получения дальнейшего образования. Так началось долгое путешествие до Ленинграда, длившееся четыре месяца. В 1949 году Юрий Ретхео поступил на лингвистический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. После трех лет обучения перевелся на факультет журналистики, который окончил в 1954 году. Во время учебы в университете Ретхео начинает активную литературную деятельность, переводит на чукотский язык сказки Александра Пушкина, рассказы Льва Толстого, произведения Максима Горького, которого он, кстати, считал своим писателем. В 1953 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел его первый сборник рассказов «Люди нашего берега». Почти в каждом рассказе место действия – это малая родина писателя, село Уэллин. Первая книга Ретхео была единодушно оценена критикой как значительное явление литературной жизни. В 1954 году он становится членом Союза писателей СССР. Изданный два года спустя в Магадане сборник «Чукотская сага» сделал его имя известным не только советскому, но и зарубежному читателю. В 1957 году книга была представлена на международной книжной выставке в Лейпциге. В середине 1950-х годов молодой чукотский писатель несколько лет жил в Магадане, в центре новой обширной области, образованной в 1953 году, в состав которой вошел и Чукотский автономный округ. Ретхео работал редактором-переводчиком Магаданского книжного издательства, корреспондентом газеты «Магаданская правда». Новый этап творчества Юрия Ретхео начался в начале 60-х годов книгой «В долине маленьких зайчиков». В это же время им был написан роман «Самые красивые корабли», по которому в 1972 году был снят одноименный художественный фильм. Молодой писатель за несколько лет сумел стать широко известным читающему миру. Его произведения вызывают и заслуженные похвалы, и справедливые критические замечания. Однако никто из критиков не усомнился в таланте чукотского писателя, в оригинальности и новизне его творчества. Чем же вызвана популярность Юрия Ретхео? Прежде всего тем, что его проза – это художественное исследование исторической судьбы его народа, который за несколько десятилетий перешагнул через тысячелетия. Герои его произведений отличаются своим патриотизмом, возвышенным чувством гражданской совести и долга. Для них из всех больших и малых истин самая великая та, что нет лучшей земли на свете, чем родная земля. В 1977 году в свет вышла повесть «Когда киты уходят», написанная на основе старинной чукотской легенды. В далекие времена жила на чукотском берегу красавица. Она часто приходила на берег моря поглядеть на волны и послушать их шум. И тогда даже морские звери подплывали к берегу, чтобы полюбоваться на нее. Один кит так пленился ее красотой, что, как только солнце скрылось, обернулся стройным юношей. Юноша-кит и красавица полюбили друг друга. А когда узнал кит, что его юная жена ждет ребенка, решил навсегда остаться на земле. Появились на свет китята. Дети выросли и уплыли в море. А женщина родила снова. На этот раз детей в человеческом обличье. Когда дети выросли, отец сказал им, «Море нас кормит. Но помните, живут там и ваши братья, киты. Не бейте их, берегите». Шли годы. Отец умер. Мать состарилась. Разросся китовый народ. Сыновья переженились, и у каждого было по многу детей. Все больше нужно было добывать еды. Выдался однажды голодный год. Все звери ушли. Только киты весело и шумно играли у берега. И сказал тогда один из охотников, «А почему мы не бьем китов? Горы мяса и жира сами идут нам в руки». «Или ты забыл, что они наши братья?» Отвечали ему. «Какие же они нам братья?» Усмехнулся охотник. «Живут они в воде, а не на земле. Тело у них длинное да громадное. И не знают они ни одного человеческого слова. Так ведь по преданию прозумляли люди охотника. Сказки для малых ребят!» Отрезал он и снарядил большую байдару, взяв самых сильных и ловких гребцов. Кит сам подплыл к байдаре, когда увидел, что братья вышли в море. Но эта встреча была ему на погибель. Загорпунили охотники кита и притащили к берегу. «Я убил кита!» Воскликнула Копова. «Брата своего ты убил?» Ответила старушка-мать. «А если ты сегодня убил брата только за то, что он не похож на тебя, то завтра, — не договорила добрая женщина, что ждет ее потомков завтра, — умерла от ума». В начале 70-х годов Юрия Редхео публикует романы «Сон в начале тумана» и «Ини на пороге». В этих произведениях впервые в мировой художественной литературе автору удалось показать повседневную жизнь Чукчи глазами иностранца. Это история о канадце Джонни Макленнани. Его прототипом считается норвежец Вол, живший в чукотском поселке в начале 20 века. Роман «Конец вечной мерзлоты» рассказывает о трагической судьбе героев первого анадрского ревкома. Этот роман, основанный на реальных событиях, создан как эпическое произведение, воскрешающее событие героического прошлого. Роман «Белая снега» посвящен первым русским учителям, приехавшим на Чукотку в середине 20-х годов прошлого столетия. В рукописи он так и назывался – «Русский учитель». Прототипы героев – Петр Скорик, Григорий Миновщиков, Иннокентий Вдовин. «Время течет быстро, как вода в Беринговом проливе». Эта цитата больше похожая на афоризм из фантастического романа «Интерконтинентальный мост». Сюжет романа посвящен давней мечте многих жителей Чукотки и Аляски строительству моста через Берингов пролив. В 1990-х годах внутренний настрой Редхэл меняется. Он пишет «Жизнь человеческая – что это? Всего лишь миг или бесконечность, вечно ощутимого близкого конца?» В погоне за заветной мечтой написать свою лучшую книгу, Редхэл, подводя итоги 20-го столетия, признается – «Ты боишься перечитывать самого себя, чтобы снова и снова не убеждаться в том, как написанное тобой далеко от совершенства». Наступил новый век. Благодаря правительству Чукотки были изданы новые романы Редхэл. «В зеркале забвения», «Чукотский анекдот», «Схитание Анны Одинцовой», «Под созвездием печали», «Дорожный лексикон», «Последний шаман». По словам самого автора, эта книга о предках, которыми я горжусь не менее, чем гордятся древностью своих родословных представители знатных европейских фамилий. Творчество Юрия Редхэл в России отмечено государственными наградами. Он был награжден орденами «Знак почёта», «Дружбы народов», «Трудового красного знамени». За роман «Конец вечной мерзлоты» Редхэл присуждена государственная премия РСФСР имени Максима Горького. Юрий Редхэл – почётный житель города Санкт-Петербург. В 1998 году губернатором Чукотского автономного округа Александром Назаровым была учреждена литературная премия, названная именем «Классика чукотской литературы». 8 марта – день рождения Юрия Редхэл был объявлен днём литературы Чукотки. На 75-летие писателю была вручена медаль хранителя национальных традиций. Чукотский писатель умер в Санкт-Петербурге 14 мая 2008 года. Через три года, в день рождения писателя, в Анадыре был торжественно открыт памятник Юрия Редхэл. Здесь он изображён сидящим на оленьих шкурах и смотрящий вдаль. Его сопровождают две лайки. Автор памятника – известный скульптор из Санкт-Петербурга Александр Рукавишников. А там, среди асфальтового плена, пред вечностью у самого порога, приляжет человек из Уилена, как будто отдохнуть перед дорогой. Застынут две собаки в издвоянии, и вдаль поманит с моря свежий ветер. А он, как будто видел с расстояния корабль, что унёс его в бессмертие. Эти поэтические строки написаны Лидией Болиной, дипломанткой литературного конкурса имени Юрия Редхэл. Могли ли предположить предки Редхэл, чьё имя в переводе означает «неизвестный», что их потомок станет родоначальником чукотской литературы и принесёт ей мировую известность, что литературную жизнь Чукотки XX столетия по праву назовут «временем Юрия Редхэл». Субтитры создавал DimaTorzok